и как народ здорово сразу скажу те кто думает что в этом ролике я буду или говорить гадости про автомобильную марку toyota это не так тема совсем другом современному производителю очень важно просто продать вам автомобиль в купе с российскими дилерами ну не факт что это бы было именно и с российским дилером может быть и в другой стране эта ситуация возможна у них нет желания ремонтировать ваши автомобили если они находятся на гарантии если они должны приложить не соответствующие фильм вашим финансам и вашим желанием требования сегодня разговор об автомобиле toyota avansys которая простояла у официального дилера и так не была отремонтирована и не была устранена неисправность которая стоила всего две с половиной тысячи рублей поехали вот такой вот у нас avansys европейской комплектации 11 год 2 литра 152 лошади на вариаторе что интересного в этом автомобиле в этом автомобиле интересно то что здесь реально 11 года сейчас даже по моему современных камре такого нету есть и память сиденья и память руля как на лексусе и нормальная кожа покрытие руля и сами сиденья кожаные ручка кпп и вообще очень хорошая комплектация сейчас даже в камре в принципе такого не увидишь и само качество пластика как таковое не соответствует тому что поставляется на российский рынок ладно короче что же я хотел вам рассказать вот автомобиль 11 года у него два хозяина и с 13 года это автомобиль в одних руках у одного человека пробег на этом автомобиле на данный момент сто семьдесят четыре тысячи километров и все сто семьдесят четыре тысячи километров этот автомобиль обслуживался у официального дилера ну вот такой вот педант владелец этого автомобиля он специально этот автомобиль в течение всего времени обслуживал исправно проходил то покупал только оригинальные запчасти и при цене сейчас этого автомобиля на рынке примерно 700 тысяч в отличном состоянии у него накрывается такая опция которая есть конкретно это автомобиль это бесключевой доступ как запуска двигателя так и открывание дверей и так далее нет никакого не штатного оборудования то есть все родное и он обращается за услугами к официальному дилеру тойота и в течение четырех с лишним месяцев дилер тойота не может устранить эту неисправность и в итоге возвращает этот автомобиль не отремонтирован но мало того что человек просто ему не отремонтировали автомобиль они его не нашли они предлагали ему поменять полностью систему бесключевого заступа за 180 тысяч рублей понимаете при цене автомобиля 700 человек обращался ко мне я ему сразу в принципе сказал что здесь скорее всего проблема либо в антенне либо в ручке либо в каком-то реле которая явно не стоит 180 тысяч но он наивно рассчитывал что специалисты дилерского центра отремонтируют автомобиль который конкретно от той всяких маркет он даже писал представительство тойота в японию в россию но так и не получил решение своего вопроса он не получил даже какого-то ответа понимаете ребята сегодня я хочу вам порекомендовать очень полезный аксессуар для вашего автомобиля я хочу вам показать защиту или замену вашему тряпочному салон а именно автомобильные чехлы что я хотел вам рассказать ребят про эти чехлы чехлы изготовлены из материала эко кожа самого лучшего качества а именно кожа плотная более 1 миллиметра самого лучшего качества не дубеет на морозе производство чехлы в вариантах жаккард и алькантара то есть чехлах предусмотрены разрывные швы для подушек безопасности что очень важно для современных автомобилей фабрика этих числов из россии и у нее очень большой ассортимент больше 600 моделей можно найти модельные чехлы практически на любой автомобиль я приобрел именно модельные чехлы вот у меня вот вставки перфорация и они очень точно подошли никаких ниток швов все идеально просто встало чехлы я приобрел в интернет-магазине best parts но вы можете приобрести их и на привык на фабрике martx также если при заказе сейчас у ребят указать промокод анкер механик 2018 то ребята вам сделают скидочку 10 процентов ссылочки на интернет-магазин best parts и фабрику martx я оставлю в описании реально классная вещь вот рекомендую и диагносты toyota предлагали купить самый дорогой блок и еще раз повторюсь за 180 тысяч рублей и утверждали что после этого неисправность исчезнет а когда он конкретно задал кто даст мне гарантии что если я куплю этот блок то автомобиль будет полностью исправен когда они полностью устранились и я так понимаю поняли что нужно брать на себя ответственность ответственность на такие деньги никто брать на себя не хотел а в итоге всего то нужно было поменять антенну и поменять реле стоимость 20000 рублей просто чтобы вы понимали ребят вместо того чтобы взять снять блок не просто его проверить компьютером и по и проверить какие он подают сигналы а снять грубо говоря крышку с блока да и посмотреть состояние его дорожек потому что он находится все таки в агрессивной среде посмотреть если и окислые где-то люди просто считывают а в итоге оказалось что вот этот копеечный блок с антенной портал всю малину вместо того чтобы платить 180 тысяч рублей любой человек который хоть раз сталкивался ну там не знаю с какой-то техникой сейчас по моему это везде особенно сейчас в эпоху мобильных телефонах вот такие вот окисления которые очень покажу ты явно говорит о том что с электронным компонентом могут быть проблемы официальному дилеру оказалось это нипочем он даже не стал запариваться снимать вот эту крышку а зачем у меня же есть компьютер с программой диагностики не попадайтесь на такие неприятные случаи все это я к чему что современная система обслуживания автомобилей сводится к тому что вы интересны дилеру или дилерской станции по определенной марке до такой степени пока у вас действует гарантия потом же никто никакой ответственности за ваш автомобиль не несет да им это и не выгодно и поэтому не выгодно держать специалистов которые реально состоянии отремонтировать этот автомобиль так как им нужно платить деньги а все нормальные специалисты на всех дилерских дилерских станциях всегда уходят на вольные хлеба все это все знают если вы думаете что это может произойти только в россии или где там в украине и так далее вы ошибаетесь периодически аналогичные грубо говоря случае сталкиваются мои знакомые из бмв из mercedes когда они наивно едут на обслуживание своих автомобилей за границу у нас недалеко например финляндию и там им к каким-то нормальным проблемам ничего не могут сделать и даже потом вынуждают их оплачивать например эвакуатор для перевоза автомобиля из одного города в другой так как в другом более крупном городе может быть найдется специалист который решит то или иные проблемы также случилось и здесь по истечении от долгого времени буквально вот в декабре месяце человек забрал свой автомобиль поехал по моей рекомендации к автодиагносту который работал в свое время со мной на дизельском центре тойота и тут ему устранил данную неисправность за две с половиной тысячи рублей и две тысячи стоило реле кейлес вот собственно и все о чем я в принципе говорил с самого начала много времени назад короче напоследок если ваш автомобиль не находится на гарантии и дилер вам предлагает такую как процедуру как ремонт той или иной проблемы с вашим автомобилем методом замещения когда он не может определить явно что неисправно особенно это касается различных дорогостоящих электронных блоков автомобилей а многие системы современных автомобилей являются скажем так много блоковыми то не ведитесь на эту проблему а ищите именно грамотного специалиста который сделает эту процедуру менее затратно для вашего кошелька потому что дилерские специалисты они как правило не считают ваши деньги делают все по максимуму чтобы заработать побольше себе а вы ну просто и бы решили вашу проблему но с вами был акер механик всем спасибо и пока